Девушки отдыхают Мишу Алаяна нетерпеливо ждут самые преданные болельщики – родственники и друзья. Уставший, но довольный собой, он возвращается домой. Из Москвы Новосибирец привез не только вторую победу на профессиональном ринге, но и переходящий серебряный пояс WBC Silver во втором наилегчайшем весе. Впервые за свою карьеру Миша провел на ринге полные 12 раундов. У меня не так много опыта боев 10-12 раундов, таких длинных боев профессиональных, в отличие от моих соперников, которых я сразу избрал, топовых боксеров, которые довольно-таки опытные. У них по 20 боев, они 5-6 лет в профессиональном боксе, а я всего там несколько месяцев. Поэтому тут уже мы, как конечно говоря, рискуем, но вера в себя побеждает все-таки. И хорошая подготовка – это работа всей команды. Соперником новосибирца стал боксер из Никарагуа Марвин Солана, у которого в активе 21 бой и 19 побед на профессиональном ринге. Юбилейную 20-ю викторию Алаян отпраздновать ему не позволил. Он не звезда бокса, конечно, но очень опытный, очень сильный, очень расчетливый боксер, который может в любой момент ударить сильно, который может создать проблемы на ринге, именно в длинных боях, в 12-раундовых боях. Вот в чем была сложность этого соперника. Мой дебютный бой, который состоялся в Кемерово с Никарагуанцем, вот они вот эти два парня тоже из Никарагуа, они с одной командой. То есть они уже изучили меня, тренер один и тот же, они знали, что я делаю на ринге, что я не делаю. Первые пять раундов Миша выжидал, изучая слабые места более опытного противника. В шестом раунде Солана стал боксировать активнее, но новосибирец был к этому готов. В шестом раунде он как-то начал немножечко форсировать бой, немножечко активизироваться, и у меня даже такая мысль проскочила, что он начинает переламывать бой в свою пользу. В седьмом раунде немножечко такой, ну знаете, я бы не сказал, что, скажем, в мою сторону только был шел бой. В восьмом раунде уже совсем неожиданным и для меня, и для него ударом он оказался на полу, что поменял уже картину боя, переломный момент, вот настал именно в восьмом раунде с этим ударом. Этот бой для Алояна не только еще один шаг вперед на профессиональном ринге, но и плановая подготовка к чемпионату мира 2019 года и Олимпиаде 2020. Несмотря на то, что Миша ушел из любителей и призер Олимпийских игр, по-прежнему мечтает о главном золоте в жизни спортсмена. Субтитры создавал DimaTorzok